МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районе пересечения улиц Хатаевича и Мазурова сёння о 9-й године ранецы отбудется урочистый запуск хромадского транспорта по новым маршруте на подъезде до 18-го микрорайона. На участку дороги, які уведзены у эксплуатацию два месяцы тому, усталявано 16 припыночных пунктов. Открытие самого масштабного объекта заплановано сёння на 12 годин дня. Гамильчанам презентують новую участку набережной Ракисош. У худким часе она пополнить спис славутостей у города и станет одним из самых пригожих, як у Куткоу. Сёня у вечера на набережной отбудется свято-святло Прастагодзе. Усе подробності у наших наступных выпусках сачыться за новинами. Центр выборкам зарегистровал напереды дни четырех кандидатов у президента Республики Беларусь. Братьбу за высшейшую державную посаду протягнуть Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Миколай Улахович. С сегодняшнего дня начинается агитационная кампания. Выступления кандидатов у телеэфира отбудутся с 15-го по 18-е вересня, а затем Прастыдзе – с 22-го по 25-е вересня. Межтым уже зараз зразумела, что ход выборчай кампании будет находиться под пильным контролем. Только на Гомельщине уже вылучено 920 внутренних назиральников за выборами президента Республики Беларусь, и гэтый процесс протягивается. Одночасово участковые комиссии ведут зверку списа у выборщиков. По словах самих членов комиссии, особливых проблем с проведением гэтой работы не узникая. Олег Синцеров ознайомился с Астаном Справу. Об надоходящих выборах у Жлобини нагадують шматлики рекламной счеты и в уличной растяжке. У Вогли город живе у звучайном ритме. До открытия новой вытворчасти ректуется основное мясовое предприемство – Беларусский металлургичный завод, стабильно працуе социальная сфера. По Вогли жлобинчанам есть чем поравновать сегодняшнее становище у Тымлику из не таким уже далеким часом. Когда я в 1994 году, работая в школьной библиотеке, получала 13 долларов среднюю заработную плату и могла купить одни туфли и то из ненатуральной кожи, то сегодня, конечно, уровень и мой лично, и людей, которые работают рядом со мной, заметно вырос. Ситуацию у Гомли так само можно назвать спокойной и деловой. Кожный выборщик уже ведает, где будет находиться участок для голосования. У будинку 11-го детячего сада их, например, одразу два. 46-й выборщий участок будет находиться у музыкальной зале. Вот тут поставить кабины и урны для голосования. Справа столы для членов комиссии. Там, где сейчас находится наша видеокамера, абсолютно место для назиральников. Правда, за уликом того, что это установка адукации, научальный процесс тут практически не спынется. Место для детерминового голосования будет находиться у иншем покое, а тому, предупрежденные раскладом занятки, будут припынены только один раз. Але поколь головной для членов комиссии – зверка списов выборщиков. На 46-м участку их коля 2,5 тысяч человек, але гэтую личбу необходимо удокладнить. Когда у нас образовалась комиссия, всюду озвучили, что в данный период идет работа по спискам, уточнение списков, поэтому люди без проблем пускают. Списы выборщиков складались в гэтом годе. Але на невеликий адресок часу ситуация изменилась. Некто уступил у шнупи, переехал на новое место жихарства, некто пободовал новое жилье. Члены комиссии повинны удокладнить списы и еще раз запросить людей на выборы. Гомельчанка Светлана Громыка, обещая прийти обовязкова, каждый удел у выборчей кампании проймала с самого початку и лечить это своим грамадянским обовязком. Приходили, собирали подписи, мы оставили свои подписи за кандидата. Наша семья уже, можно сказать, определилась. 11 обязательно, конечно, мы придем. Это естественно, это не обсуждается. Мы обязательно придем всей семьей, муж, я, сын. Алексей Чаров, Александр Александронис, телерадо, компания Гомель. До инших тем, колькасть и якасть. 90% жилья, что сегодня будуется у Мазыры, работа мясового дома-будовничьего комбината. Оценивают яевя дома у першую чаргу новосельцы. Але продукция комбината не засталася и поза увагой компетентных специалистов. Тему протягни сюжет корреспондента у телеканала Мазыр. Лепший будовничий продукт 2015 года. Такой высокой оценки, на думку экспертов, вартости новая з надворная панель, что вырабляется Мазырским дома-будовничьим комбинатом. Этот диплом худко упрыгожить стяну досягнению, якая, до речи, багата узнагородами. Только в этом году подзачный лист Гомельского облаконкама, диплом выставы лидер будовничьего комплекса России и диплом первой ступени всероссийского конкурса на лепшую будовничью организацию. Ставка нам модернизацию на початку 2000-х оправдала ризики. Сучасное итальянское и немецкое обсталявание шматушим дозволило поскорить процессовой творчести. Зарабить его больше якосным. Сегодня предприемство пошло далей. В этом году, в 2015 году, мы освоили выпуск оконных блоков. То есть, если раньше мы покупали окна, то сегодня мы полностью себя обеспечим оконно-блоконными рамами и окнами. Также на сегодняшний день мы освоили выпуск пенополистирола, то есть пенополист, который раньше закупался, сегодня выпускается у нас на заводе. По проектным работам у нас в стадии завершения, вернее, уже завершена и прошла экспертизу, 19-этажный дом. Это набор квартир, три однокомнатных, три двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира на площадке. Первый дом мы начинаем строить в городе Минске. Далее будет дом построен в городе Мозре, 19-этажный, первый. И в городе Гомеле также мы будем строить два 19-этажного. Зараз ведутся распроцовки проектов домов с кваторами-студиями и так званых таунхаусов. Буйнопанельных индивидуальных домов площадь свыше 100 квадратных метров. Ориентировочный кост 6,5-7 миллионов за квадратный метр. Кошт и якость робят жилье дома-будовничьих комбината привабным на будовничьем рынку. Дополняют переваги и термины будовництва. Нормативный срок строительства у нас по сравнению, если делается из штучных материалов, у них больше 12 месяцев, у нас 6,5. Во-вторых, мы выразили, что все конструкции идут с заводского изготовления. То есть в заводских условиях шпаклюются конструкции и на строительной площадке у нас только остается очень мизерная доля процентов 12-15 мокрых процессов, которые нужно выплатить на стройплощадке. По услуге комбината запотребованы и за мяжой заказы запланованы до 2020 года. Так подписаны контракт на будовничество 11-100 квартирных домов у Курску. А на днях мазыра не чекают делегацию с Бранском. Илона Шауловская, Светлана Грудьков, Вячеслав Препіснов, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. У медицинские установы Гомельщины поступила антигриппозная вакцина. У этом году плануется прищапить 600 тысяч человек. Иншими словами, 40% насельництва в области. Причем большинство держит мягчимость пройти вакцинацию бесплатно. Подробности у наших корреспондентов. Пневмония, отиты, поражение сердечно-сосудистой системы. Гэта далека не у весь спис. Ускладнение, у да яких може провести банальных рыб. Каб не собрать таки букет захворывания, у медики рекомендуюць робить прыщепки. Все лето пик захворывания чекается у концы студеня. Однако подрыхтоваться до яго варта уже зараз. Вакцина начинает работать, где-то защитные антитела появляются через 2-3 недели. Сохраняются они более 6 месяцев, ну, как бы до полугода. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для иммунизации против гриппа является сентябрь-ноябрь. Зрабить прыщепку бесплатно мают права люди с хроничными захворываниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. На льготы так само могут различовать люди, яким 65 и более годов. Дети и те, кто в силу своей профессийной деянности, мают рызаку захворить. Для остатних эта процедура платная. Выкористоваться буди вакцины российской и французской витворчасти. Цены на ЯЕ вагаются от 60 до 120 тысяч рублей. Однако их стверждают метоки, незалежно от ко, что по эффективности Яны ничем не одрузниваются. Все эти вакцины уже использовались. Они не дают осложнений, они очень хорошо переносятся. И, кроме того, очень важно отметить, что они защищают от других вирусов. От других вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания. А кроме вакцинации можно звернуться и до неспецифичных методов профилактики. Однако несупротивирусные, не агульно-моцевальные препараты не смогут супротивостоять с некоторым штаммом гриппу. Дарыч, леташние лечбы статистики показывают, что рызака захворить на грипп и ВРЗ у неприсчепленных выше у 7 разов. Ганна Ковалева, Александр Александрунец, телерадиокомпания «Гомель». В Гомельском палацово-парковом ансамбле открылась незвычайная выстава «Майстерня». Это не только назва, под которой презентовал свою коллекцию Мастак Сергей Радченко, но и реальная обстановка экспозиции. Под час презентации выставы «Мальбе святла» проходила импровизованное ток-шоу. Такая атмосфера позволила усим наладиться на один и творчий настрой. «Майстерня», признался автор, это место одиноты, але Мастак готовы запросить сюды гостей. На своей 40-й полику выставе Сергей представил больше, как 150 картин. Усе творы выполнены в разных техниках. Олейный живопис, акварель, алоуки, пастель – усюх это знайшло свое место у работах творцы. Некоторые этюды, написанные в опошние дни, ясчэ навод не высохли. Их разместили миновита так, як это отбывается у соправдной Майстерни Мастака. Створать новое Сергею допомагает на вакульный свет. И он – головное натхнение и захопление Мастака. Я чувствую, что все впереди еще. То, что я смогу сделать, оно еще впереди. То есть это еще как бы такое предтеча того, что буду делать. Новины региона, информацию об проектах телерадоио компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресам www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнаценка. Усяго доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова